так докладчик и у нас сегодня следующий гость нашей нашей программы литературовед историк сергей сурин сергей приветствую вы слышите нас да я вас слышу тоже все нормально передаю вам слово значит вот смотрите как вы меня наверное будете прирывать да я так нет если нет просто с лёшей мы договорились о том что будет просто сидеть и слушать у вас был договорняк смотрите на самом деле может быть это и живее будет я могу такими тезисами говорить останавливаться и если вы хотите вы можете что-то спрашивать могу сразу сказать что тема настолько захватила до полна океана что мы уже договорились с сайтом ревизору что с 20 октября там будет по понедельникам четвергам выходить порядка десяти статей вот на эту тему она захватывает так что если обозначьте тему жизнь как роман да очень крутая тема да она может действительно захватить ну вот говорят что нельзя употреблять выражение вынести мозг но наверное может вот и так что если что-то не успею однозначно что-то не успею сказать то это тогда будет вот там же в тексте мы сегодня все время говорим о переходе жизни в текст то это будет на сайте ревизору и так начинаю жизнь как роман в самом названии нет никакой словесной игры вот все как есть человек проживает свою жизнь как некоторое произведение я бы предпочел называть это романом книгой можно конечно назвать это и кино но вот в чем я ощущаю разницу это думаю понятно когда человек читает книги и в книге нет веселых картинок то есть иллюстратор не так плотно проработал то человек сам визуализирует образы ему что-то кажется и нейроны мозга его работают да он создает внутри своего сознания головы да если это центр сознания образ работает мозг работают нейроны трудится все на нас да мы с ними сотрудничаем если это кино то вы приходите почему справа от вас попкорн потому что эту работу за вас уже сделала киноиндустрия там уже есть образ он может нравиться или нет но он вот есть вы его обязаны принять или вам надо уйти из кинотеатра что это значит это значит что вот эти нейроны мозга которые должны были быть задействованы за в процессе визуализации объектов они у вас отправляются в отпуск а вы знаете что мозг это ленивая сволочь если ему дать слабину и отправить его в отпуск то потом очень трудно его из этого отпуска вынуть обратно поэтому все таки как книга давайте да хотя противно тоже наверное будем говорить и так жизнь как роман жизнь человека как вот текстовое литературное произведение и в этом произведении нам всем выпала честь быть главным героем то есть мы являемся главными героями своего жизненного литературного произведения при этом никаких договоров ну лично я не знаю как вы ни с кем не подписывал вот так оно получилось ну и с точки зрения оплаты да даже что в общем то основном интересует какой будет гонорар гонораром здесь может являться сама возможность появиться на свет то есть сама жизнь является нам оплатой за то что мы являемся главными героями нашего жизненного вот такого повествования и чтобы ощутить вот это все да человек должен обладать рефлексии то есть обращением ума на собственные действия вот у нас есть градусники для измерения температуры да мы с утра можем ее померить у нас есть прибор для измерения давления а вот градусников для измерения уровня рефлексии у нас нет а очень жаль потому что и у разных людей рефлексия бывает разная и в течение даже дня у одного человека я думаю что рефлексия скачет вот померили рефлексию она высокая ну и давайте обратим наши мысли вот на что-то очень важно если она низкая то можно заниматься чем-то другим и также здесь же было бы интересно сделать учебник по истории рефлексии скажем россии вот она когда-то появилась ее когда-то было больше когда-то меньше пушкин говорит о баратынском вот я сейчас делаю видео цикл о баратынском и всех приглашаю на youtube канал лекция сергея сурин где все вот это и происходит значит пушкин пишет про баратынского он у нас оригинален ибо мыслит если так вдуматься в эту фразу что получается это что до баратынскому вообще не мыслили или мыслили но вяло или рефлексия была на очень низком уровне ну вот евгений абрамов баратынский действительно был человек с высоким уровнем рефлексии он рефлексию внес в свои тексты да все мысль до мысли так возвращаясь к нашей теме любой человек любой человек обладает какой-то рефлексии даже скрытой и значит у нас есть шанс осознать свою жизнь как роман который разворачивается вот в реальном времени вот здесь и сейчас мы переворачиваем страница наших книг как будто мы переворачиваем дни да вот мы засыпаем и страница с ушедшим днем перевернулась и открылась страница нового дня вот так проходит время можно сказать да используя термины вот нашей лекции и сейчас естественно я скажу о грустном понятно что любая книга конечно книга это вещь вот она лежит в ней счетное количество страниц и значит в определенный момент будет перевернута собственно последняя страница любого жизненного повествования любой книги а дальше а что дальше дальше либо эту книгу потом будут читать либо не будут как говорится тут у нас два варианта если она достаточно интересно захватывающий и и обязательно перечитает если нет то нет вот я иногда захожу в районную библиотеку у нас ощущение что я попадаю на 50 лет назад там все как было вот давно давно так и есть только несколько персональных компьютеров появились на столах у работников и там вот когда выбираю книгу стоят такие тома меня так ощущение что я вообще никогда никогда не читал страницы поблекли шрифт пожелтел переплет начинает разваливаться и видимо скоро их просто утилизирует они превратятся в ничто а есть книги которые за которой запись очередь там вот пользуется успехом вот наверное судьбами тоже они превращаясь в книги они либо стоят на полке их никто не будет брать они так потихонечку растворяться кстати либо они будут востребованные да диванные судьбы или захватывающие судьбы я сегодня буду говорить цитату из винивитиного ты в мире молнии промчишься да и так жизнь как роман лев николаевич в романе воскресенье говорил люди как реки я бы сказал сегодня люди как книги и участвуя в эти я смотрю со стороны как текут мои мгновения мои годы мои сны юрий левитанский александр вопросов нет продолжаю хорошо это достаточно на самом деле тревожное состояние если вы способны ощутить себя в качестве героя своего главного героя своего повествования почему потому что на вас лежит ответственность я думаю что в подавляющем большинстве стоя своем мы не любим брать на себя ответственность мы любим чтобы ответственность была на других здесь же мы участвуем в сюжете сюжет собственно зависит большей степени от нас конечно есть обстоятельства на которые можно сослаться но не на кого перевести стрелки мы главный герой мы делаем этот роман значит если что-то будет не так то мы должны будем себя ругать это очень неприятно это очень тревожно гораздо комфортнее ругать других на них приводить стрелки вот по поводу тревожного состояния наверное вы помните 40 лет назад а может и не помните был такой фильм с микки рурком и денира сердце ангела там этот микки рурк он частный детектив ему дает денира поручение найти какого-то человека вот он его ищет насколько я помню да а чек все время ускользает вот только вроде вот 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 он а раз его и нет и в том числе вот так память меня подбрасывает удается найти какие-то документальные кадры хроники второй мировой войны где есть этот человек которого микки рурк ищет и хотя бы его лицо то увидеть кого потому что мы знаем только его имя профессию музыкант и вот мы видим стоит солдат да тут такой саспенс музыка такая напряженная это солдат на экране документальные хроники начинает поворачиваться это значит мы его видим наконец-то лицо что кого мы ищем-то вот поворачивается видим что такое произойдет и так моего лица и не видим я не помню или обрывается хроника или он так остается а оказывается микки рурк искал самого себя это он самого себя ищет это он пытается прочитать свое литературное произведение только забегая вперед свой роман да а этого делать нельзя и вы помните что там очень все страшно заканчивается когда микки рурк увидел свое лицо то есть прочитал свою книгу да особенно его финал там в общем все трагично это такой будет второй тезис да то есть ощущение тревоги если мы все это ощущаем нам удобнее читать про другого да другую судьбу здесь мы сторонние наблюдатели здесь можно спастись попкорном спокойно мы там не участвуем в сюжете да мы так смотрим со стороны ох тут так далее следующий такой тезис вот герои литературных произведений я бы сказал они с точки зрения ухода в прошлое превращаются в живых людей они такие же живые как и реально живые люди которые уже ушли из жизни вот мы на самом деле знаем об онегине о чатском о печорине я беру пушкинскую пуху поскольку занимаюсь гораздо больше я думаю на порядок больше чем о каких-то наших родственников которых уже нет ну вот вы сами можете представить например вот какой то у вас есть родственник минут не дай бог но все таки например он убирает вы что-то о нем знали потом приехали на похороны узнали побольше а потом забывается и к времен как писал державин все стирается да и в нем забыли а здесь то то какой-нибудь идиотский сериал сделают про одного из этих персонажей онегина частского печорина вы недовольны у вас всплывает ваш образ вы говорите что тут все не так у вас лучше они все время на слуху на виду все время они вот в этом информационном пространстве то какая-то статья наоборот умная вы скажете ну тут слишком умно все но все равно они живые да они живее чем память вашей памяти они занимают более высокое место по так сказать употребляемости да вот есть индекс цитируемости есть такой признак вот в этом смысле с точки зрения прошлого с точки зрения вашей личной памяти они становятся более живыми чем реальные люди это любопытно разница стирается и точно также возможно стирается разница между литературным произведением или кинофильмом и реальной жизни например вы что-то идете день хороший вы все раз и вдруг бас чего-то вас кольнуло дежавю вы так останавливаетесь и думаете чтоб что-то вот что это где-то я уже наверное где это был где-то видел год назад на юге на севере что-то а потом до вас доходит это не со мной это просто фрагмент из кинофильма он вылез из памяти это просто какая-то страница книги которая мне понравилась она сцепилась с чем-то что сейчас и вот меня спутал то есть когда я думаю мы про память на что же не очень много знаем можем только делать догадки вот тот кто сидит внутри нас и составляет нашу память он не айтишник кибернетик который бы каждому фрагменту сделал бы еще параметр в самом деле это реально или это виртуально там все в одной куче и на поверхность в оперативную память выходит то что ярче то что вас свое время зацепило а это уже не важно что это это текст это книга это кино или это фрагмент из вашей реальной жизни что сильнее зацепит то и память наверное и выбрасывает обратите внимание что возможно первым у нас стер вот эту грань точнее совместил в одной плоскости виртуальная и реальная ну понятно кто александр сергеевич кушать кто бы еще мог да это примерно можно сказать что это в районе 1823 24 года что там произошло то а там в его тексте который все знают за столом по конкретному адресу невский 15 санкт-петербург где находился самый дорогой и престижный ресторан или он встречаются за столом абсолютно виртуальный призрачный персонаж евгений онегин такой выдуманный и абсолютно живой да еще какой живой человек петр каверин легендарный гусар пушкинской эпохи два слова о нем вот если бы я составлял такой рейтинг самых витальных судеб а значит самых захватывающих книг судьбы пушкинской эпохи то на первом месте был бы конечно федор толстой американец не успеем про него сегодня сказать а вот на втором месте вот это гусар легенда легендарнейший человек петр палыч каверин и вот этот реальный человек ему тоже тогда было в двадцать четвертом году ну до 30 там 28 29 лет вот он пушкин его усаживает за стол с абсолютно виртуальным призрачным евгением онегином и они там стесняясь сказать пьют шампанское жир котлет и так далее вот под это нужно провести какие-то подвести совершенно глобальные мысли идеи они сами мне кажется подводится а как это у пушкина а легко как перышко непринужденно вот так вот проходя мимо жуя мандарина решил теорему фирма и пошел дальше но это же пушкин да он как моцарт пушкин вот это братынский о нем пишет сей ветреник блестящий все под первом своим шутя животворящий он все даже глобальное делал шутя проходя мимо да вот там мандарина апельсина любил не точно я уточнил какие цитрусовые были фавори и в этом же году примерно 1824 видимо продолжая эту тему что-то его внутри зацепило может быть он отчет на себя не отдавал он делает рисунок знаменитый рисунок где сам александр сергеевич пушкин живчик еще тот вы знаете тоже витальность мама не горюй с кем он стоит рядом сиденье онигин с виртуальным призрачным нездешним персонажем вот они стоят у парапета и о чем-то мило беседует вот это примерно все было в одно и то же время значит да у древних греков естественно большом объеме совмещались в одном тексте боги и люди да вот и ляда что угодно но это совсем другое потому что для греков боги были не виртуальны это были абсолютно живые люди только у них был вот один параметр это бессмертие а во всем остальном но вот такой же да с ним можно было поздороваться о чем-то попросить и так далее вот так трактовали греки то есть это немножко другая история с или адой я бы единственное с чем сравнил в этом ключе да с мифом об орфее потому что все таки там абсолютно реальный человек орфей но здесь орфей он ходит туда куда ему нельзя пушкин же тоже можно сказать делает то что нельзя он сажает за стол виртуальный реальный орфей идет ему очень надо но когда вы знаете что нельзя но очень нужно то иногда получается что можно и вот он там коррумпирует подземного таксиста харона чтобы он отвез его к боссу ему нужна тень вредики и харон так сказать как вы знаете коррумпируется потому что слишком хорошо пение вот но при этом даже вот этот миф который можно на мой взгляд как-то сравнить с тем что делает пушкин сажая за стол каверина и онегина он же он глубоко трагичный и тягостный то есть нет повести печальнее на свете чем миф об орфее евритике пушкин это все забавно живенько легко непринужденно катальон помчался он уверен что там уж ждет его каверина вот и все далее я хочу сказать что у каждого из нас наверное впечатление возникает голове какие-то образы ну собственно вот о чем я говорил работают нейроны пока еще работают и слава богу причем естественно у каждого разные образы вот автор старается там пишет на полстранице как бальзак описание а мы иногда просто мы выхватываем вот он был такой такой и тут же у нас память сцепляет то что написано два-три слова с тем что было позавчера и мы уже представляем этого персонажа в виде нашего там троюродного брата потому что-то было а нам дальше уже не интересно что напишет бальзак вот все у нас уже бывает так а бывает что актер сценариста да гениально сыгравший и подходивший вот его так выбрали да для роли я имею ввиду экранизацию классики он вытесняет все другие образы его теперь мы мыслим его уже так со мной по крайней мере и я думаю только со мной так случилось когда в моей глубокой молодости сто назад сыграл раскольникова георгий тараторки вот он во первых подходил под эту роль был высокий и худой и с бешенными глазами умный и вот он вытеснил причем так вытеснил что потом делалось академическое издание преступления наказания вот такой огромный тон там с комментариями все дела и на второй странице еще раз это текст книга академическое издание это не балуется какой-нибудь частное издательство на второй странице на белой в правом верхнем уголке три на четыре фотография тара туркина в роли раскольникова вот бывает и так вот все совместилось текст жизнь все перемешалось дальше переход из жизни в текст собственно о чем мы говорим да вот это совмещение это романтическая идея то есть идея эпохи романтизма нас это конечно связано с пушкинской эпохой и мы говорим о дворянах да когда мы говорим все таки о пушкинской эпохе мы говорим о дворянах потому что дворяне составляли вот такую элиту в хорошем смысле слова к сожалению у нас большинство слов уже потеряла свой смысл или потеряла свой позитивный смысл дворяне тогда они передавали традицию они передавали традицию они формировали язык они формировали сознание они были очень хорошо образованы и это было было в фаворе образовано немного читали это была группа которая передавала эстафету традиции это очень важно и у них действительно жизни бывали как роман вот еще и почему потому что жили коротко не было антибиотиков медицина была примитивная постоянно были войны постоянно были эпидемии холера чума детская смертность и человек понимал что все равно он наверное проживет то немного но если не одно то другое и наверное ты в мире молнии промчишься надо попробовать вот эту жизнь сделать из нее роман но если не роман то поезд давно такой яркой чтобы как молния чтобы она захватила потому что все равно это в этом году там через полгода что-то должно случиться что унесет жизнь и еще пушкинская пора это рассвет дуэли это еще очень важная вещь почему потому что во первых дворяне хорошо стреляли из пистолета неважно ты боевой офицер или ты чиновник коллеги иностранных дел надо было хорошо стрелять из пистолета потому что каждый день могла случиться дуэль или ты обязан был вызвать на дуэль или тебя вызовут и тогда если это вот идет дуэль если это уже глава из твоей книги ну ты должен быть там статистом значит это будет неинтересно интересная твоя книга судьбы значит стреляли хорошо а еще в любую минуту значит ты должен был поставить свою жизнь на кон ты должен был защитить честь это была эпоха чести я повторяю мы уже не знаем что это такое но это было когда-то любую минуту ты можешь эту жизнь потерять тебе ее в принципе не очень должно быть жалко потому что и так твоя жизнь как роман и она может красиво закончиться вот она перейти в красивый захватывающий текст дуэли да действительно николай первый прав с моей точки зрения дуэль это варварство это когда люди просто не могут договориться эта взбалмошность это тысяча негативных характеристик но при этом при этом вот то что я говорил это способность поставить в принципе каждый день свою жизнь на ком это эпоха чести вот таким образом дворяне очерчивали круг чести круг благородства и свой собственный круг потому что дворяне могли отраться дуэли только с дворянами принять дуэльный вызов означает признать оппонента за равного дворяне не могли драться на дуэли с купцами стреляться и вот в тот эпизод приписывают грибоедову о чем я рассказываю на youtube канале лекции сергея зурина когда он аплодирует в театре полысья не впереди сидящего человека видимо между ними что-то произошло не самое приятное означает что тот был купцом потому что иначе последовал коллеги я в чат поставил ссылку и в описании добавил ссылку на канал сергея сурина настоятельно рекомендую там последняя лекция про баратынского это просто прям рекомендации да тогда я больше не буду говорить и тратить на это время спасибо александр продолжаю если вопросы ну вот что-то успеет что-то не то есть вы сами регулируйте я прервусь когда вы скажете и так значит теперь вот мы конкретно да я смотрю на время вроде я говорю достаточно быстро я не знаю как это воспринимается может быть и не очень хорошо но я вот боюсь не успеть значит это я так сказать была моя теоретическая такая подоплека вот как я вижу эту идею она опять-таки мне очень сильно интересна и опять-таки почему мы говорим о пушкинской эпохи да потому что там вот так а теперь конкретно значит василий шереметьев да первая книга первый роман книга судьбы вот этого человека ему двадцать семь лет кавалергард только что повысили в звании молодой красивый но они все там красивые вот это и сегодня я про кого успею из пушкинской эпохи удивление не знаю как-то их там выращивали что-либо посмотрите на их лица но сегодня такие-то надо я не знаю на когда подбирают актера этих самых проб сделать чтобы найти такого там пожалуй не возьми просто красивое лицо так василий шереметьев и вы знаете что шереметьевы с одни из самых богатейших людей были то есть в общем то перспектива ну вот все красиво богатый кард но правда взбалмошный вот что есть то есть и с отцом поспорился поссорился но вы знаете где поссорились там помирились это есть взбалмошный четверная дуэль не буду рассказывать все это и можете где угодно прочитать и на youtube канале я об этом подробно рассказываю значит он стреляется с александром заводовским это такой интеллигент в очках коллеги иностранных дел друг грибоедова тоже питьевочка очкарики как-то сдруживаются кстати он был фангломаном и впервые вез и стал пиарить в россии виски вот александр заводовский вот они стреляются там из балерина и стоми на больше не буду про это буду следующие значит условия жуэли очень жесткие я сказал жестокие 18 шагов 6 шагов барьера который нельзя переступать и по 6 шагов от барьера каждый отходит но это 15 метров так можете прикинуть повторяю стреляли хорошо заводовский стрелял очень хорошо еще раз говорю что в любой момент можно может подглас состояться дуэль надо было стрелять хорошо не важно кто-то боевой офицер как шеремитев или чиновник заводовский они начинают сходиться по команде и шеремитев как спыльчивый стреляет первым и промахивается пуля сбивает сюртук разрывает сюртук заводовского возможно сарапина и вот здесь феноменальная фраза заводовского я в лекции про меня не заостряю но вы только послушайте то есть тут не только гусары молчат тут ну фантастика представьте себе эту ситуацию заводовский видит что у него разорван сюртук царапина и говорит а ты что меня убить хотел феноменально а на самом деле как мне кажется что происходит заводовский уже был своем романе он был там виртуале потому что это же романтика дуэль потом все женщины будут говорить виртуаль же не может что-то совсем плохое случится да там как бы все немножко понарошку там чуть более красиво чем вот этой реальности и вот он уже был на страницах своего романа и вот эта пуля из текста его обратно возвращает жизнь и вот эта фраза может там глупая смешная фантастическая у него просто вырывается а ты чё меня убить хотел мы же там нет здесь да вот и заводовский кричит барьеру что такое барьеру это из дуэльных правил если первый стрелок на дуэли стреляет не доходя до барьера и промахивается то второй имеет право сказать барьеру а это значит что первый должен подойти к своей стороне барьера встать ну как угодно видимо естественно боком встают и стоять ждать пока второй выстрелит а второй может целиться сколько угодно то есть это просто стрельба на поражение ну вот не избежать либо смерти либо тяжелого ранения все бросается к заводовскому кто все значит грибоедов который был секундантом якубович секундант шреметьева доктором понятно и петр каверин тот самый который сидел за столом сонегином спрашивается а этот-то чё сюда как это мягче сказать пришел доктор то понятно а этот что любое событие в бургерской эпоху становилось событием если там присутствовал петр каверин все уговорят заводовского ну чё ты будешь стрелять в него ну ты что что и заводовский понимает да все да ладно проехали я стреляю воздух идем пить шампанское да и в этот момент что говорит шереметьев шереметьев говорит нет если ты выстрелишь воздух я следующим выстрелом вот отсюда уже тебя убью расстояние между ними уже было примерно 5 метров почему так говорит шереметьев да я естественно пытаюсь мыслить все за него это может быть забавно тем не менее с одной стороны можно сказать ну вот такой безбашенный придурок вот все в аффекте ну мы же такими ситуациями встречаемся но и совсем так все-таки образованный в чем дело а он тоже находится уже на страницах своего романа он тоже там находится он уже практически дописал до последней страницы свой роман и он уже знает что его книга будет читаться вот в таком виде когда или он убьет или убил сейчас прекращать и ехать пить шампанское это значит вырывать половину страницу переписывать заново а оно надо и шереметьев говорит стреляй или я тебя в следующем выстрелу заводовский стреляет на поражение через день шереметьев умирает ну и еще мы не должны забывать что он кавалергард шереметьев это примерно тоже что гусар а есть знаменитая поговорка о гусарах да что если гусар даже до 30 лет то это не гусар то есть он гусар должен сжечь свою жизнь ты в мире молнии промчишься или умереть в бою или на дуэли или упиться на хмельной пирушке что-то должно с ним произойти нормальная гусарская если он доживает до 30 лет и дальше значит инородное тело чужой среди своих вот мы поговорили о книге судьбе василия шереметьева далее фёдор гагарин фёдор гагарин тоже легендарный гусар не такой как фёдор каверин но со своими изумительными легендами вот примерно это пораньше если четверная дуэль была в 1817 году это лет четырнадцать наверное раньше до наполеона царицына пикник выпили закусили и вот ходит а фёдор гагарин все время тоже искал приключения почему люди ищут приключения потому что они пишут свою книгу которая должна быть интересной и вот ничего интересного не происходит книга стоит на месте до повествования но это все вяло все и вдруг он смотрит офицер сергей новосильцев целиться из пистолета в птицу тут же искали так сказать гагарин говорит слушай в птицу и дурак выстрелит в человека выстрелили все так уже гуляли уже смотрят о пошел интересный текст наверно сейчас будет глава хорошая новосильцев подхватывает и говорит в человека это в тебя что ли ну хотя бы в меня говорит гагарин и вот все уже смотрит сейчас сейчас все уже попали в текст даже что-то будет потом все это будет роман который читать и новосильцев стреляет в гагарина тут до всех доходит что текст и текстом да а вообще что-то такое странное происходит все бросаются к новосильцем отбирают от него пистолет и грязь наверное пистолета был сломан ну иначе бы не выстрел конечно роман то интересный получается но как то это все немножко странно и проверяющий пистолет значит стреляет в воздух а пистолет выстреливает боевым патроном сверху падает забитая ветка гагарин начинает кричать ты меня как заводовский хотел убить дуэль но вот это уже не нужно все вот глава дуэль на пикнике состоялась и вот здесь они мирятся потому что все и так понятно да опять таки я говорю что глава написана она интересная они идут пить шампанское уже дальше все понятно мирятся и так далее конец глава далее время у нас позволяет вот мы сейчас чаще в данный момент я говорю об уходе о красивом уходе из жизни переходе из жизни в текст и я буду говорить о двух таких вот уходах из жизни которые не связаны с выстрелами не связаны с дуэлями то есть дуэльное состояние это не только в пушкинской эпохе было не только связано вот конкретно да когда вы перед дулом пистолета вас стреляют или вы должны тоже убить на это же не просто вот мы будем я сейчас скажу о дмитрии веневитинами веневитинове и андрея тургеневе если я вам сказал о своем таком рейтинге самых витальных судеб пушкинской эпохи да на первом месте толстой американец потом петр кавель заговорочно то наверное нужно сделать им такой список самых оборванных на полусловие судеб эпохи вот здесь на первом месте будут два человека сложно сказать это вот эти персонажи дмитрий веневитинов он уходит из жизни в двадцать один год и три месяца думайте и андрей иванович тургенев двадцать один год и девять месяцев двадцать один год вот вы только подумайте да вот кто постарше что мы представляли собой двадцать один год ну примерно это четвертый курс института да мы еще и так толком то не знаем что мы будем делать а эти люди уже уходят из жизни и мы сегодня их знаем о них вспоминаем вот как сейчас здесь и сейчас дмитрий веневитинов поэт молодой популярный философ такое было в двадцатые годы поэты становились философами он создает с адуевским владимиром кружок общества любомудров там они занимаются немецкой философии шеллинга и так далее он фаворе как мы говорим в топе почему потому что вроде же есть пушкин и баратынский это двадцать седьмой год 1827 но есть такой момент вот и пушкин и баратынский писали оба по очереди сначала баратынский потом пушкин что в россии поэт может быть вот именно популярным в таком популярный популярный в восемнадцатилетнем или двадцатилетнем возрасте потому что он еще пишет с порывом может быть это все не очень умно но вот вот сентиментально и аудитории это нравится она его поднимает на руки она его носит потом поэт начинает писать более глубокомысленно да какие-то появляются рефлексии и значит аудитория которая его несла она его так сказать а ты ты вообще это тот или не тот что-то мы мы-то того любим а что ты пишешь что вообще вот в этом смысле почему стали гораздо менее популярные пушкин и баратынский тридцатых вот поэтому они повзрослели уже совсем пошло другое а аудитория привыкла вот к этому терскому или к сентиментальному стилю и вот таким стилем как раз сейчас ты обладал 9 митинов он был может быть даже чуть более популярным чем наши гения его фразы ты в мире молнии промчишься и вот вот на таком уровне будущей перспективы вроде казалось будущее да вот впереди все собственно как ручки митинг в петербурге март холодно сыра ветер бедемитинов выскакивает с какого-то балла приема не надевая пальто или шубы и бежит куда-то им надо было в какой-то фиге вот такой да вопрос ставится а чё было шубу то не надеть но с другой стороны понимаете эпоха романтизма вот как ты пишешь ты то и есть если ты написал ты в мире молнии промчишься то у тебя какой-то порыв срочно надо туда и ты что будешь надевать шубу застегивать все пуговички как бабушка велела шар повязывать и потом осторожненько обегая ветер тогда ты ты или так или так вот он бежит на распашку в рак с кем-то еще по пути останавливается говорит заболевает простудой умирает все тогда было в этом смысле легко вот такая удивительная тоже судьба и удивительный такой странный для нас но возможно органичный переход из жизни вот свою книгу судьбы и андрей тургенев тут вообще на порядок все более странно андрей иванович тургенев это брат и никита тургенева николая тургенева интеллектуала декабриста на самого интеллектуального декабриста и александр тургенев знаменитого человека пушкинской эпохи это старший брат их андрей тургенев значит он был и поэтому не может быть популярным как и невитинов он был блестяще образованным человеком создатель тоже общества литературного где был жуковский он был ближайшим другом жуковского и повлиял на него то есть он привел жуковскому любовь к немецкой романтической литературе отсюда вышли светлана баллада людмила собственно а жуковский разбудил русскую литературу да вот не без основания говорят то есть импульс всему этому дал андрея тургенев и вот далее следует совсем невероятная история да как бывает в хорошем романе ну и в хорошем кино с большим многоточием в финале бывает да что мы ничего не поняли идем на какой-нибудь сайт и и смотреть о чем же был фильм почему же он так закончился и там нам разбирают финал здесь сожалению нам некуда пойти потому что это большая загадка андрей тургенев приходит домой в мокрое одежде видимо дождь видимо намеренно он пьет либо холодный чай либо по другой версии ест холодное мороженое и в мокрой одежде ложится спать зарабатывает пятни статив умирает у него не было ни безответной любви никто не посягал на его честь ничего он никаких денег казенных не растратил в карты не играл вот это какая-то странная для того времени по поводу рефлексии работа внутренней работа андрея тургенева которого приводит его вот к такой последней странице его книги причем он плавно переходит не только в свою книгу судьбы но и в стихотворение жуковского на смерти андрея тургенева он тут же жуковский пишет причем последней строкой стихотворения жуковского с каким весельем я буду умирать пишет жуковский почему да потому что в момент смерти у него есть надежда встретиться со своим другом андреем тургеневым который уже там вот как все у них оказалось завершено и это только начало 19 века как если там ходить возможно андрей тургенев облегчил будущую смерть своих друзей потому что смерть стала надеждой повстречаться с ним вот там уже после смерти в каком-то общем романе очень загадочная книга судьбы андрей тургенев так по времени вроде мы вписываемся поэтому я еще скажу вам до последнего персонажа еще по михаиле долгорук значит если вот предыдущие два были поэтами то и шереметьев 1 ком я говорил и михаил долгоруков это военный только долгорукову тоже было 27 но он уже был генерал 27 генерал-майором это все то же самое блестящий образованный ну красавец из красавцев почему-то его изображает на портретах только в профиль видимо если изобразить фанфас то это было бы уже такая красота что смотреть на нем было бы невозможно только в профиле здесь можете посмотреть с такой с удивительной прической рисовали в нем влюблены были все женщины великая княжна Екатерина Павловна в принципе была готова на брак да только император Александр 1 он был считал михаила долгорукого своим другом ну друг не другом так хорошим товарищем он был не против этого брака была против вдовствующей императрицы марии федоровна но пока вот суть до дела с михаилом долгоруком жила знаменитая ночная княгиня авдотья голийца на несколько лет да тоже одна из скажем так топовых красавиц пушкинской эпохи ну вот у человека получалось все это наверное был человек все таки с самой блестящей перспективой ну вот подумайте 27 лет красавец из красавцев может жениться на великой книжне друг императора уже генерал-майор но вот что может быть впереди светлее чем у этого человека и вот в 1808 году он едет была шведская война Финляндия вот на таком подъеме значит он вступает в резкий в резкую ссору с тем кто там военнокомандующим николаем тучковым тучков на 15 лет старше тогурков хотел всем командовать естественно тучков его саживает между ними ссора долгоруков вызывает его на дуэль это и легенда и факт мы сейчас для нас неважно мы говорим о книге судьбы тучков ему говорит что слушай ну генералы на дуэль во время войны как-то это не это не совсем то давай так вот завтра в первой линии нападения обороны мы оба выйдем с тобой да и посмотрим вот кого пуля сразит если сразит значит тот в общем не прав в данном споре и на следующий день михаил голгоруков вот этот красавец идет сюртук на распашку по краю дороги без всяких мер предосторожности отдает указания адъютанты на ушедях от него в одну сторону в другую и не пуля его сразила ядро точечно вот только его разорвало на части рядом были люди окружения его адъютантом был вот тот самый федор толстой американец никого вообще не задело как будто вот точечно послали ядро да чтобы его вот таким как он был перенести сразу в роман его роман в эту книгу оборвать так вот это по условия так тоже хорошо стратегически так оборвать роман оставить даже почитать домысливо на следующий день или через день прилетает фельдьегер штаб войска и сообщает о том что мария федоровна в доступе императрица дала согласие на брак екатерины павловны и михаила петровича толгорукова которого уже не было вот это тоже строчка в романе да по скрипту замечательная александр пьера когда узнал о том что так ядром точечно был убит толгоруков он даже не мог понять а как то так так разве бывает что вот таких молодых красавцев перспективных блестящих его другу так разве можно так не бывает других наверное должно было и друг а его то почему как и александр первый устраивает такой тоже вещь небывалую трехдневный траур по михаилу толгорукову но вообще это принято для там высоких государственных деятелей ну или членов царской семьи а тут вот вот такой человек три дня в петербурге отменили все спектакли не было никаких веселительных мероприятий и далее да успеваем нас это перед тем как перейти к последнему персонажу он будет не из пушкинской эпохи еще пару слов о вот это еще таки пушкинской эпохи я вот ее лоббирую все время и занимаюсь потому что я считаю что это расцвет русской истории не только культуры но и русской истории на кого-то того что еще язык русский формировался и вот в том числе и поэтому поэт потому что жизнь люди ставили на кон вот все что я сказал вот это все пушкинская эпоха она и дала такой взрыв расцвет вот древние греки упомянутые придумали термин акме это такая точка в жизни человека когда он достиг высоты самой большой самореализации ощущение счастья да вот дальше возможно пойдет спад вот это акме у нашего этноса наверное было все-таки в пушкинскую эпоху а теперь я скажу последний персонаж о человеке 18 века причем еще и первой половины 18 века секундочку мы очень мало знаем про тех людей письменность была не очень развита литература знаем конечно петр меньшиков эти все дела ну сериала ломоносове понять а других то людях общем почти почти ничего не знаем и вот этот никак никита юрьевич трубецкой почему кстати мы с ним были заочно все практически знакомы потому что каждое воскресенье советские и российские люди я не знаю как сейчас они включали телевизор смотрели игру что где когда а где она происходила она происходила усадьбе которую свое время построил никита юрьевич трубецкой причем архитектура тогда была очень продвинутая для того времени очень необычная значит что в нем такого уникального почему его книга судьбы это один из самых захватывающих романов наверное вообще в русской истории он был никита юрьевич непотопляемым политическим кораблем он оставался на плаву причем на высокопоставленном плаву верхнем слое номенклатуры как говорим при вдумайтесь восьми царях и семидворцовых переворотах наш вот этот герой которым сейчас речь стоит пережил петра первого екатерину первую петра второго анну иоанновну ивана шестого елизавету петровну петра третьего и ушел из жизни обласканной екатерины второй ну и его дворцовые перевороты кроме тех которых мы естественно все знаем это еще и свержение меньшего свержения перона да а что значит пережил это значит что надо было вот в этот момент принимать правильную сторону если ты хочешь все время оставаться верхнем слое номенклатур а и получать соответствующие вот и прочее и он все время принимал правильную сторону и оставался в комфортном положении ну вот мы наверное кто постарше помнит такого политического долгожителя андрея грамыка но по сравнению с никитой юрьевичем трубецким грамыка так сказать отдыхает до трубецкой был примером приспособления и конформизм как это все красиво как это все органично переходит в текст я попробую это рассказать и так никита юрьевич трубецкой время петра первого значит как вы помните петр заставлял придумал ассамблеи заставлял всех дворян приходить женами и за общество вообще это было не принято совсем никогда не собирались все за общим столом до петра а потом сказал надо если хочешь быть номенклатуре должен далее женщины до петра в общем носили длинные длинные платья с длинными рукавами все шея была закрыта здесь белила только такие прорези для глаз то есть точки зрения закрытости тела женщина представляла собой танк с амбразурой класс а петр сказал значит приходим с открытыми руками плечи чтобы были видны шеи что было видно но это примерно вот если бы вас сегодня вам сказали что вы обязаны прийти на корпоратив иначе там что-то пошатнется вас в карьере но только в купальниках все будет там горячее закуски десерт но только вы все будут купальники ну может кому-то это конечно ничего но как все-таки люди были напряжены и вот представьте себя особенно женщины там сидят петр говорил что пьем до упаду и курим много женщин это в общем и пили мужиков то это напряжение снимается ну да упал под стол все нормально причем здесь же честно из плохо то есть под столом уже кого-то тошнит выйти нельзя потому что нельзя если хочешь оставаться в верхнем слое вот все это происходит представляете как кого женщина вот они сидят и еще танцы надо танцевать новые так сказал вот и петр понимал что в общем-то напряжение что все это он здорово конечно придумал но люди-то напряжены и так сказать счастье-то не окончательно и что он делал в этот момент этот момент он искал глазами никита юрьевича трубецкого трубецкой никита давай пошел и в зеленком он это дело так заразительно делал так смешно что все начинали смеяться откровенно от души до слез все напряжение нет смех вот если он происходит снимает напряжение лучше чем у кого-то все напряжение нет да спасибо трубецкой говорил петр первый и трубецкой оставался вот были у царя ловчий стряпчий былы и ревущий никита трубецкой а елизавета петровна время елизаветы петровны естественно никакие эти ассамблеи с этим всем безобразием елизавете петровне были ненужны елизавета петровна любила театр она понимала елизавета петровна любила баллы помните 15 тысяч костюмов елизавета петровна оказалось После ее ухода в ее роман. И Елизавета Петровна еще была набожной. И она по воскресеньям обязательно приходила в церковь на службу. И как вы догадываетесь, вместе с ней приходило все окружение. Потому что если ты хочешь быть верхним слойным платорой, ты делаешь то, что надо. Все были в церкви. И находясь в церкви, Елизавета Петровна иногда думала, что она же знала театр, она его понимала, театр, что когда формально, а что когда искренне. Вот она чувствовала, не хватает религиозного чувства. Все как-то формально. Да, все правильно, все ритуал. Но буднична нет, эмоций нет. И что делала Елизавета Петровна? Она искала глазами Никиту Трубецкого. Никитоз, Никитоз, где ты? Никитоз, давай, пошел. Что делал Никита Трубецкой? Ну уж точно он не ревел теленком. Никита Трубецкой начинал громко рыдать в религиозном экстазе. Это было заразительно, это было искренне и правдиво. Иногда он падал и немножко даже бился с затылком о пол. Вот это было такой вот апофеоз вот этого чувства религиозного. И Елизавета Петровна, кстати, головой-то о пол, вы помните, Максима Петровича из Кребоятова. Вот жизнь однозначно переходит в текст. Вот так вот сцепляется все в жизни и литературе. Елизавета выходила из церкви вполне довольна. Вот религиозное чувство было нам уже в норме. А Никита Юрьевич был в фаворе. Он снимал свое место, которое хотел. И Петр Третий. Петр Третий. Петру Третьему не нужны были ни ассамблеи со всеми безобразиями замечательными. И, в общем, эти религиозные чувства ему тоже были не нужны. А что ему было нужно? А ему нужно было, чтобы был парадный плац. И поэтому парадному плацу хорошо, правильно, во всех отношениях ходили бинадеры. Но когда он смотрел, как ходят по парадному плацу эти бинадеры, настроение у него было ниже плинтуса. Ну, не все не то. Ну да, звуки они, мышцы. Ну, что-то там звук есть. Ну, не то, не то. Что-то не то. Вот чего-то, да, как вот Элизавета Петровна в церкви. Нету, нету, чего-то нету. И что делал Петр Третий в этой ситуации? Как вы догадываетесь, Петр Третий искал глазами Никиту Юрьевича Трубецкого. Никита, Никита, Никита. Давай, пошел. И Никита Юрьевич Трубецкой, 65-летний, со всеми причитающимися к этому возрасту болезнями, при полной амуниции, чеканил, высоко задирая новую, прусский шаг. И при этом на лице его было обалденная жизнеутверждающая улыбка во весь рот. А в глазах был блеск, было светлое будущее его и страны. И Петр Третий говорил, ну вы, болваны, обращался он к геннадеру, ну посмотрите, ну вы понимаете, как надо. Учитесь у ветеранов, у олухи. Никита Юрьевич к тому времени был генерал-фельдмаршалом, действительным тайным советником, это вот высшее, до чего можно было найти, по иерархии штатской службы, и в течение 20 лет был генералом-прокурором. Да, с одной стороны, можно сказать, что, ну понятно, что это уж точно жизнь как роман, но такой роман, такая комедия, знаете, прямолинейная, да, он воплощал идеалы будущих фамусов и так далее. Вот как-то все немножко, если так начать организировать, то получается тривиальненько. Но вот теперь смотрите, чтобы это не было тривиально. Вот тот же самый Никита Юрьевич, он, во-первых, был участником ученой дружины Феофана Прокоповича, это первого кружка интеллектуалов России. Вот дураков туда просто не брали. Тот же самый Никита Юрьевич, вот со всей этой комедии, да, он лоббировал и спонсировал театральную труппу Федора Волкова. Это, собственно, с чего начался российский театр, вот этот же самый Никита Юрьевич, который нам, в общем, сейчас кажется смешным. Не все так просто, и его роман далеко не однозначный. И самое последнее, вот скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот с этим Никитой Юрьевичем, который нам, не знаю, в моем, конечно, исполнении показался, может быть, такой комедийный, с ним дружил Антиох Кантемир. Кто такой Антиох Кантемир? Это Грибоедов первой половины 18 века. Это блестяще образованный поэт и дипломат. Он был посланником не в Тегеране, а в Париже и в Лондоне, на секундочку. Он практически, можно сказать, первый русский поэт, потому что именно у него появилась где-то вот в одном стихотворении интонация. Уже не просто вот эти вот оды, эти нагромождения, а какая-то интонация. Все, стихотворение можно петь, значит, появилась поэзия. Вот это Антиох Кантемир. Он на 10 лет был моложе нашего Трубецкого героя, и он с ним дружил, почитался честь и посвятил ему одну сатиру. Вот такое я бы поставил многоточие в книге «Жизнь» в романе Никиты Юрьевича Трубецкого. Ну и вот все в качестве заключения. Я хочу сказать, что о многих я не сказал. Значит, наверное, вот эти тексты будут выходить на сайте «Ревизора» более подробно. Последнее, что я, наверное, хочу сказать, это еще раз обратить ваше внимание на эту сцену. Мало ли, будете, жизнь подбросит вам минутку, будете перечитывать Евгения Онегина. Обратите внимание, как за одном столиком пьют шампанское. Живой человек, абсолютно реальный, в этот момент реально живой Петр Каверин и виртуальный абсолютно персонаж Евгений Онегин. Как Пушкин на одной плоскости совместил, в общем-то, несовместимое. Мне это немножко так напоминает у Булгакова, когда ребята из НКВД приходят убивать кота. А потом они приходят убивать кота и Коровьего в ресторане «Массолита». И все время удивляется там персонаж, замечательно говорит, что-то в Москве сегодня пули не берут. Это то же самое, просто виртуальное совместилось с реальным. И вот получалась такая комедийная ситуация. Я хочу сказать, если вдруг вы окажетесь за одним столом с виртуальным персонажем, а мы не знаем, что нас ждет завтра, может быть, наука и техника достигнет такого прогресса, что можно будет с Евгением Онегиным выпить шампанского, чтобы вы точно знали, что в принципе можно делать, что шампанское можно пить. Пушкин написал, можно пить шампанское. А вот стрелять в виртуальных котов, наверное, не надо. А там будет хорошо. Но и вы не будете выглядеть так нелепо. Вот я примерно сказал то, что хотел, по-моему, даже успел. А об остальном, так сказать, вот в тексте. Огромное вам спасибо. Очень интересно. Коллеги, в чате пишите спасибо, спасибо, спасибо. Чтобы много-много-много спасибо было в чате. Значит, смотрите, у меня вот такая мысль возникла. А вам не кажется, что этот переход, да, и это совмещение литературы из жизни, оно связано с вообще неким изменением роли литературы, да. То есть, если вот помянутый вами Кантемир, или там, не знаю, Херасков, например, да, который Россиаду делал как карьерную акцию, да. То есть, он был в опале, он написал Россиаду, благодаря чему его положение изменилось, он получил прощение, некую должность там и так далее, и так далее. Вот, а во времена Пушкина поэзия стала, приобрела самоценность, да. То есть, стало возможно быть поэтом и только поэтом. И более того, скажем, меня потрясло, когда я читал про Петра Вяземского, что он, ну, когда в детстве его читаешь, да, он кажется, ну, Вяземский пишет на уровне Пушкина. Вот, когда ты читаешь его уже во взрослом возрасте, ты видишь, что, ну, очевидно, тут как бы все очевидно. Вот, и он себя считал поэтом-дилетантом, да. То есть, он главным считал государственную работу, но он участвовал в разработке Конституции, например, в возрасте 24 лет. А поэзия – это другое, да. И коль так, да, коль ты понимаешь, что поэтом ты быть не можешь, только дилетантом, значит, что тебе остается? Тебе остается творить жизнь, чтобы жизнь стала поэзией, да. То есть, и появляется концепция жизни, как вот этой жизни, как романа, да. То есть, это связано с большим влиянием литературы на общество, изменением роли литературы в обществе. Да, да, абсолютно все, я согласен. И, опять-таки, вот это влияние литературного общества, а кофеос – это все равно пушкинская эпоха, да. И сам Пушкин, он сделал работу профессионально, но Вяземский, он был богатым человеком, у него было миллионное состояние, он там, правда, промотал, но все-таки у него это не даже государственный работал, он был для него честью, но не способом заработать деньги, потому что ему вот хватало, а Пушкину-то не хватало, он еще и в картош играл. Вы знаете, так все им все проигрывало, и плюс потом и жена, надо квартиры-то дорогие снимать, около прямо зимнего дворца. И он показал, что, в принципе, если бы он в карты-то не играл, он бы, я думаю, так экономически, даже тоже интересная есть тема для лекции, он бы прожил на свои гонорары, если бы он не играл в карты. Делали расчет, около 100 тысяч рублей в месяц он зарабатывал. Да, ну, я тут можно оспорить, это надо уже смотреть, это другая тема. По нынешним деньгам, ну, понятно, что... А, по нынешним, да, по нынешним, да. То, в принципе, мог бы, да, то есть он показал, что литература... Однушку мойки мог бы снять. Да, да, он показал, что литература может быть профессией. Во-вторых, все читали, все читали, офицеры, все читали книги. Вот это действительно так, потому что если ты не читаешь, опять-таки, вот мы говорим о дворяне, я говорил, что это круг, то ты выходишь из этого круга. Если ты не принимаешь вызов на дуэль, ты должен был просто уехать из этого города, потому что ты не мог нигде появиться. И если ты совсем не читаешь книги, примерно то же самое. Значит, у тебя что-то или с головой, или ты не хочешь быть в этом кругу, тогда уезжай, пожалуйста, в другой город. Вот, то есть литература, это была еще и вот средством понимания друг друга, да, то есть она давила на общество тогда и давила в хорошем смысле. Удивительное время. Мне кажется, что мы его тоже себе как-то создаем, да, то есть мы создаем некий образ этого времени пушкинского, и мы туда сбегаем. Я все 90-е там провел. Да, это, конечно, для нас это какой-то музей. Да, да, да. То есть для нас это эрмитаж, да, такой. Наверное, там было все не совсем так. Ну, конечно, все было сложнее, да. Большое вам спасибо, Сергей Владимирович. Очень рад всегда с вами пообщаться. Коллеги, я еще раз напоминаю, я поставил в описании ссылку на канал Сергея Владимировича. Подписывайтесь, и там все очень-очень контентно. Спасибо, Александр. Спасибо и счастливо.